Неупокоенный Но вот что происходит с неупокоенными душами? С одной неупокоенной душой я столкнулся лично. Был я тогда ребенком лет 13 и жил с родителями в отдаленной от города деревушке в 19 домов. Большее число жителей этой деревни, старики и люди возраста моих родителей. В деревне было всего 5 детей. Я хорошо дружил с соседским мальчиком. Он был старше меня на 3 года. Но от того, что общаться было не с кем, он водился со мной со щеглом. Развлечений тоже особо и не было. Мы могли сходить в лес, на речку, просто погулять по поселку, искали металл, чтобы его потом сдать, лазили по развалинам. Ну короче, как вы уже поняли, заняться было нечем. Учились мы с моим другом в одной школе. Она находилась в другом поселке, и нам приходилось туда ездить на машине с моим отцом. Знали бы вы, как отец облегченно вздыхал, когда начинались каникулы. Ему не нужно было возить нас, вечно орущих неугомонных мальчишек, в школу и со школы домой. Наконец эта пора настала. Никаких тебе домашних заданий, ранних подъемов, и можно ходить на улице допоздна. В первый же день каникул нас точно бы не смогли загнать домой родители. Друг зашел за мной в 7 вечера, и мы отправились обходить наши окрестности. Мы обошли поселок и пошли по дороге в степь. В степи раньше, во время юности моего отца, стояли зернохранилища и рядом с ними техника, комбайны и трактора. Кроме зернохранилищ, там находилась мастерская, где ремонтировали некоторые детали от тракторов. Сейчас из всего этого, там стояло одно зернохранилище, у которого уже не было крыши, дверей и некоторых стен. Мы шли именно к нему. Если вы спросите почему, то мой ответ очень прост. Хорошо ловила сеть. Да-да, именно на этом зернохранилище хорошо ловила сеть, и мы могли скачать игрушки на свои гаджеты. Подходили мы к нему осторожно, потому что рядом часто встречались змеи. Приходилось хорошо смотреть под ноги, чтобы не наступить на свернувшуюся в клубок и готовую к прыжку гадюку. Здание имело два блока, между которыми была стена. Первый блок практически не тронуло время, а вот второй оно подкосило. Одна из стен раскрошилась, обнажив кирпичи, по которым можно было забраться и сесть на саму стену. Первым на стену залез мой друг, уселся и подал мне руку, чтобы мне было легче. Через пару минут мы уже сидели рядом, достали свои гаджеты и стали юзать всем знакомый Play Market. За скачиванием игрушек и программы провели достаточное количество времени, что не заметили, как стемнело. «Макс, пора домой, сейчас от мамок получим», — сказал я другу, начиная слазить со стены. «Не получим, если они не узнают, что мы в такую темень тут были». «Ты чего, Димон, боишься, что ли?» — ответил мне друг. Я молча слез со стены, не отвечая на его глупый вопрос. «Ничего я не боюсь, тоже мне герой нашелся». Я стоял у стены, обтряхивая ладони, как вдруг услышал крик Макса. «Димон, беги!» Он буквально кубарем свалился со стены и побежал, не оглядываясь. Я же повернулся в ту сторону, где его что-то так сильно напугало. Из-за угла выглядывал человек. «Эй, кто там?» — громко спросил я. Ответа не последовало, человек просто улыбнулся. Но улыбка его была странной, как будто ему что-то мешало это сделать. «Эй, дядька, что вам нужно?» — немного с опаской проговорил я. «Воды!» — прошипел он, заикаясь и выходя из стены. «Что?» — переспросил я, отходя назад к дыре в стене. «Воды!» — прокричал он, и тело его вспыхнуло синим пламенем. От страха мои ноги подкосились, и я упал назад через эту дыру в стене, резко подскочил и побежал домой как можно быстрее. «Я не помню, как я оказался дома. В прихожую я буквально заполз от того, что не было больше сил. Ко мне сразу же подбежала мама». «Что случилось? Почему ты так бежал?» Я не смог ничего сказать, только показал жестами, что очень хочу пить. Мама помогла мне встать, посадила на стул в кухне и дала воды. Я сидел молча, переваривая увиденное. Мама тоже молчала, ждала, когда я расскажу, что случилось. Подошел папа. «Сына, ты чего такой бледный?» «Да напугался чего-то, видно же», — ответила мама. «А ну-ка, рассказывай давай, где лазили. Опять постепишлялись», — строго спросил отец. «Нет, на зернохранилище ходили». «Пап, я там кое-что увидел, но я не знаю, поверите ли вы мне», — опустив голову, проговорил я. «Рассказывай давай уже, чего тянешь кота за яйца», — сказал отец. «Я рассказал им все, что видел на зернохранилище, и про то, как Макс удрал, и про то, как человек вспыхнул». Они стояли молча, тишину прервала мама. «Да тебе показалось, нет там такого. Скажи же, Саш», — обратилась она к моему отцу. Отец стоял чернее тучи. Он не врет, не показалось ему. Я, когда был в его возрасте, ходил помогать батьке в мастерской. Работал там на комбайне один мужик лет сорока, неуклюжий такой и грубый, все делал через задницу. Я с батькой стоял в мастерской и наблюдал, как он меняет головки цилиндров, как вдруг мы услышали крик. Я выбежал на улицу из мастерской и увидел, как неуклюжий и грубый мужик пытается потушить на себе вспыхнувшую одежду. Рабочие кругом носились, а он кричал, «Воды! Дайте воды! Скорее!» Один из рабочих забежал в мастерскую, увидел на полу ведро с водой, в панике схватил его и побежал к горевшему человеку. Но оказалось, что это была не вода, и все поняли это очень скоро. Рабочий вылил жидкость на горячего, и он вспыхнул с синим пламенем, крича еще громче и устрашающе. В ведре оказался бензин, но в панике рабочий этого не понял. Мужик продолжал гореть, было видно, как одежда испепеляется и приклеивается к его телу, как кожа стягивается и лопается, обнажая мышцы, а затем в некоторых участках кости. Кричать он перестал быстро, но горел долго, никто не смог помочь. На этом отец замолчал, а мы с мамой смотрели на него с ужасом. С этих пор прошло много времени, но я теперь точно знаю, что неупокоенные души никуда не уходят. Они остаются с нами и, возможно, сейчас стоят за вашей спиной. У нас есть дом в деревне. В нашей жизни случается много странного и непонятного, во что-то можно верить или нет. Но я во многое верю, особенно после некоторых случаев, которым я была свидетелем или участником. Хотя со мной не происходило уж чего-то совсем страшного, но кое-что все же было. У нас есть дом в деревне, мы приезжаем туда на лето. Раньше там жили мои прабабушка и прадед. Прадед сам построил этот дом сто лет назад. Все сделал сам, даже мебель. Кое-что, конечно, поменяли, но дом остался как есть. Дом большой, можно сказать два вместе, но мы используем только половину. Деревня очень глухая, на машине не доедешь, только на поезде. Вокруг лес из крыльца видно кладбище. Сперва кладбище было далеко от дома, но постепенно росло в сторону нашего дома. В то время я интересовалась магией. Не практиковала, просто читала книги, купила карты Таро. В общем, чем больше я читала, тем больше хотелось что-то попробовать. И вот приехала я однажды одна в этот дом на неделю отдохнуть от города. И целыми днями загорала в огороде, и лежа то слушала музыку, то читала книгу по магии. А так как у меня были проблемы с мужем, я решила попробовать. Нет, не приворожить, а сделать заклинание, не помню как называется, но что-то, чтобы всем быть милой. Для этого нужна была печь, перекресток рядом с кладбищем и дождь. Вот в городе мне такого богатства, конечно, нелегко найти, а тут все под боком. Дождалась я дождя, и ночью два часа в ночнушке вышла на перекресток. В общем, не буду описывать, сколько страху натерпелась, но все вроде нормально. Прибежала домой, переоделась и залезла в кровать. Лежу читаю. Вижу в книге в конце расписано все по дням, когда можно что делать, когда нет. И вот в этом календаре на сегодняшнее число стоит запрет. И написано, что в этот день все ведьмы, даже те, которые умерли, превращаются в кошек или в ворон и бегают по деревне и стучат в окна и в двери. Открывать категорически нельзя. И вот только я выключила свет, как в дверь позвонили. Представляете, три часа ночи, гроза, дождь и ветер. Я в этой деревне никого не знаю, кроме соседей, да и те приезжают только на выходные. Надо сказать, что наш дом в старой части деревни, где все дома старые, остались от бабушек правнукам и используются как дачи. Но заброшенных домов нет, новая часть деревни находится далековато. Там вот и живут деревенские, там и магазин тебе и клуб. Деревенских я не знаю, да и соседей вижу только раз в год через забор. Начинаю соображать, кто бы это мог быть. Соседи, что им в три часа ночи. Родители приехали, ночью. Опять же, к деревне на машине не подъехать, так как дороги лесные все размыты. Даже деревенские все перевозят на электрички. А она последняя приходит в двенадцать ночи. Время же сейчас было три часа. Бомжи? В этой деревне бомжей вообще нет, так как от города далеко. Я свет включила и сижу, так до утра и просидела. На следующий день спросила соседей, не звонили ли они мне. Но они на меня как на сумасшедшую посмотрели. Следующая ночь, опять два или три кто-то звонит. Я снова свет включила и всю ночь просидела до утра. Пыталась в окно посмотреть, но никого не увидела, хотя у нас к лицу видно немного. А утром ноги в руки и домой в город. Вот теперь думаю, кто же это звонил. И ехать боюсь. Дом на перекрестке. Эта история произошла сразу после войны в Ковылкинском районе Республики Мордовии. Одна пара, только недавно поженились, решила обзавестись хозяйством, построить дом, завести живность домашнюю. В общем, обустроиться как следует. Но место они выбрали не совсем удачное. Как не отговаривали их несколько бабок, дом построили на перекрестке бывших дорог, которые давным-давно заросли, но оставили ровную площадку под фундамент. А как известно, перекрестки чертова территория, и строя на них препятствия, ты перегоражаешь дорогу нечисти. И вот переехали они из родительского дома в свой новый. Пара молодая, естественно и ребенок первый наметился. Роды проходили дома. Принимала их соседка фельдшер, живущая неподалеку. Ребенок родился здоровым и крепким. Но по неизвестной причине, где-то через недели две он умер, якобы от жара. Еще через год у этой пары родился второй ребенок. Пара была счастлива, и ребенка они просто лелеяли. Правда, ребенок часто болел и постоянно беспокоился. Где-то через месяцев шесть умирает и он. Пара убита горем, муж начал пить. Но взяв себя в руки, они решили сделать еще попытку. И через два года после смерти второго, рождается третий ребенок. Роды были преждевременные. Муж в это время находился на Синокосе в соседнем районе. Где-то за неделю до родов, к женщине приходила бабка и дала странный совет. Заткнуть в окнах все щели, Каждую ночь перекрывать дымоход в печке и закрывать двери на крючок. Про бабку поговаривали, что она ведьма. И женщина невольно прислушалась к ее совету. Роды, как и в первый раз, принимала соседка. Прошли они нормально. Но уже на вторую ночь, мать вдруг услышала странный шум где-то в печке, как будто что-то стукнулось за слонку в дымоходе. На третью ночь шумы были у двери, как будто кто-то пытается открыть ее. Женщина включала свет, выходила во двор, но конечно же никого там не было. Вот так продолжалось несколько дней. Так как это все происходило летом, то днем окна были открыты. В какой-то из вечеров женщина не стала закрывать одно из окон. И так они и легли спать. Проснулась она где-то в три часа ночи от скрипалюльки, подвешенной у потолка в центре комнаты. Ребенок молчал. Она его на руки взяла, а он горячий. Тут же она замечает, что у приоткрытого окна как будто стоит кто-то. Она свет включить пытается, а света нет. И в этот момент в окне как будто вспыхнуло. И этот огонь через окно направился в сторону женщины с ребенком. Она хватает покрывала, обматывает им ребенка и бежит в коридор, чтобы оттуда на улицу выбежать. Как ни странно, крючки были открыты, хотя она их закрывала. Женщина выбегает к себе во двор, а ее сзади пламенем обжигает. Она ребенка к себе прижала и бежать к соседям. А это пламя сзади то в плечи ей вцепится, то в шею. Она бежит и видит, что сбоку к ней еще один такой же огненный шар подлетает. Как будто ребенка вырвать пытается, но упирается в руки женщины и бока. Из последних сил она добежала до соседки. Та уже двери открывала, чтобы посмотреть, что за крики на улице. С ребенком в изорванной ночнушке вся в ожогах бежала она в дом, а шары по сторонам разлетелись. Было их где-то штук пять. Ребенок не пострадал, а вот женщина через несколько дней умерла от полученных ожогов и перенесенного стресса. Эти два дня она пролежала у соседки в полубредовом состоянии, рассказывая ей, что произошло. Вот так потусторонние силы наказывали семью за то, что дом стоит на их перекрестке. Кинозал В деревне, где родился и вырос мой отец, под кинозал было переоборудовано старинное здание церкви, в котором помимо кинозала располагался сельский дом культуры, библиотека и контора колхоза. Кинозал был в центральном крыле здания, то есть там, где по идее свое время был церковный алтарь. Старики в деревне не одобряли идеи такого использования церкви, но кто же их слушал, молодежь была несуеверна. Раз в месяц к неописуемому восторгу молодежи в деревню завозили кино, как правило, патриотического характера, чудеса техники. Даже радио в виде большой черной воронки, из которой раздавались песни и гимны, вызывало дичайший восторг, что уж говорить о кино, прекраснейшем из искусств. Местной ребятне тоже хотелось попасть на сеанс, но денег у них не было. Однако ничто не может устоять перед желанием ребенка видеть и внимать. Хитрые деревенские пацаны расчистили лаз под зданием бывшей церкви и в моменты кинопремьер незаметно пробирались за кулисы, садились на пол напротив огромного белого экрана и смотрели. Взрослые не замечали или предпочитали не видеть их присутствие, отлично понимая, что только нужда заставляет ребят искать выход из ситуации. Однажды мой отец и несколько его друзей постарше проползли по лазу и устроились на выгодных позициях в первом ряду. В здании было жарко и душно, отец рано вставал по утрам, подрабатывал пастушком в колхозе. Во время просмотра фильма его разморило и он заснул. Проснулся уже в кромешной темноте, судя по всему, давно наступила ночь. Источников света, кроме высоких стрельчатых окон, забранных витражными стеклами, сохранившимися от прежнего великолепия, не было. В окна заглядывала полная луна, отчего становилось еще более жутко. Осознав наконец, где находится, отец встал и направился к незаметному отверстию в стене. Не сделав и шага, он заметил высокую фигуру в черном одеянии и головном уборе, двигающуюся по проходу между стульями кинозала. Фигура быстро приблизилась и прошла мимо него, обдав запахом старого прелого сукна. А впереди открылась совершенно иная картина. Алтарь с множеством икон, горящие свечи, гирлянды цветов. Монах или священник монотонно читал молитвы и кадил кадилам. Необычайность открывшейся картины поразила отца и сильно напугала. Здесь не должно быть никакого священника. Последнего батюшку прилюдно расстреляли, а веривших в Бога нещадно наказывали. Едва ли это кто-то из местных. Да и откуда здесь прекрасно сохранившаяся церковная утварь? Отец был маленьким мальчиком, еще не ходившим в школу. Он сильно испугался и мечтал побыстрее убраться оттуда. Едва ли он хотел и мог проводить расследование данного случая. Как возможно быстрее он спустился в отверстие лаза, прополз его закрыв глаза и вырвавшись на свободу бросился к дому. Дома он никому ничего не рассказывал, боялся что в кино больше не пустят. А рассказал только мне, своей дочери, спустя много лет с момента описываемых событий. Субтитры создавал DimaTorzok